Привет дорогие друзья! Сегодня такое необычное видео. Буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете в комментариях к видео. Такая обстановка необычная. Я сейчас нахожусь в Мюнхене, Германии и мои машинки далеко от меня, поэтому будут снимать вот так вот. Так и проще. Потому что когда я снимаю за рулем, мне очень удобно читать, снимать. Ну начнем. Ахмат Кубанов написал. Вот у меня такое сообщение. Привет Дима! Если можно расскажи о содержании и расходнике. Какие плюсы и какие минусы? Чего опасаться? Если можно, зачем следить? Заранее благодарен из Кисловодска. Салам! Спасибо, Ахмат, за то, что написали мне. Тем более из Кисловодска. Мой земляк. Тоже салам. Ну, о содержании. Что тут скажешь о содержании? Если вы покупаете новую машину, я имею в виду Крузака, неважно, Прада или двухсотка, то в принципе, как в одном из видео смотрел Давыдовича, он ему писал. Он мне сказал, что когда вы покупаете машину новую в салоне и выезжаете оттуда, то вы можете смело послать всех сотрудников этого салона на три буквы. Так как с машиной вряд ли что-то случится впоследствии. Ну и, в принципе, что-то менять. Масло менять, фильтра, колодки тормозные, да и все, в принципе. И, тем более, эксплуатация такая не жесткая. Как бы, этого достаточно будет вполне. Можно даже отказаться от обслуживания у официальных дилеров. Но, если есть возможность, лучше, конечно, у официалов обслуживаться. Впоследствии будет вся история машинки у официалов, все будет все того. И, если вы хотите продавать машину, это будет большой плюс. А так, в принципе, можно и самому обслуживать. Проблем там никаких нет. И вот как-то так, Ахмат. Дальше. Пользователь написал. Ваген Страген Ауст. Не знаю, пришел правильно, не правильно. А чё ж ты эскалаид тоже новым не брал, как правда? Судя по спидонитру размеченному в милях, у тебя был один из первых выпусков эскалаида 2006-2007 годов. То есть, взял старую машину подешево. Ну, в принципе, все понятно мне. Про эскалаид. Ну, эскалаид я брал временно. Временная была такая замена у меня машинки. Я не брал ее надолго, поэтому взял поддержанную, недорогую. Вот и все. Отъездил то, что мне нужно было. И продал ее. Вот и все. Как бы тут рассказывать. Я не брал ее надолго. То есть, если бы я брал надолго, возможно, можно было и новую взять эскалаид. Но это мне не нужно было. Я впоследствии собирался все равно покупать Land Cruiser. Вот как-то так. Поэтому, что-то мне нечего мне сказать. Машина была 2007-го года. Скалаид я имею в виду длинный ЕСВ. Ну, свое отъездила. То, что нужно было для меня. Я, как говорится, ну, как можно сказать, купил себе временную замену. Вот и все. Не было у меня возможности покупать новую машину на тот момент. Ну, как-то так, извините. Так. Иван Сергеев написал. Дмитрий. Поддерживаю. Я, конечно, не хочу обидеть любителей немцев. Но, исходя из моего горького опыта, владения Mercedes-Benz GL X164 Grand Edition, скажу так, что гарантию без поломок я не откатал. И следующий, я так понял, и следующий авто будет Land Cruiser 200 LX. Устал я с ним. Может, просто мне не повезло. Ну, возможно, и не повезло. Бывает такое, что Mercedes спокойно ездишь на Mercedes на новом, тем более. И проблем никаких не знаешь. А бывает, что начинает что-то ломаться. Поэтому, ну, что я могу покупать? Я смогу сказать, покупайте Land Cruiser 200 или LX. О, две машины. Классные, как бы. Вот, как-то так. И будете радоваться. Точно уж не будет ничего происходить с этими машинами. Так. Тони Монтана написал. Интересно, какой разгон у нее до сотни. Не знаю, я не замерял. Ну, сниму видео. У меня есть одно видео предыдущего предыдущей двухсотки, где где я разгонялся до сотни. Там все заснято. Не знаю. Мне кажется, по динамике новая двухсотка стала быстрее. Потому что прибавилась лошадиных сил и, ну, по ощущениям, как будто быстрее стало разгоняться. Так. Рамзес написал. Q7 не то, что с Крузаком. Даже с RAV4 не стоит сравнивать. Говно это Q7 ломучье. Ну. Не знаю. Что-то сказать. Наверно так. Ну, я не буду читать, которые без вопросов, комментарии. Буду с вопросами читать. Да, еще меня Станислав Соколов попросил передать ему привет. Он сказал, что посмотрел все мои видео. Так что передаю тебе Стас привет. И желаю всего хорошего. Смотри дальше мои видео и оставайся на канале. Мне очень приятно. Так. Роман С написал. Спасибо за видео с наступающим Старым Новым Годом. Тоже с наступающим. Дмитрий, скажите, как по-вашему стоит Крузак этой разницы в деньгах по сравнению с Prado? Если бы вам пришлось оставить семье одну машину, то какую? Я так скажу. Стоит. То есть не зря же у них ценовая политика. У Toyota такая, что, например, Prado стоит в районе трех миллионов, да? А двухсотка в районе... Ну, от четырех с половиной, в принципе. Нормальную крутацию можно взять от четырех с половиной миллионов. На полтора миллиона. Полтора-два миллиона от разницы. Ну, это... Так и есть, на самом деле, что машина более... Ну, больше, то есть двухсотка, чем Prado. Двигатель мощнее. Функции больше различных. Как бы, мне кажется, стоит. То есть, ну, тут нужно подумать то, что вам нужно от машины. Двухсотка, например, хороша для... Когда у вас большая, например, семья, или много друзей, которых у вас вывозят. Не знаю. Нужен больше багажник. Ну, такие вещи. Плюс, если у вас, например, где вы едете, очень плохие дороги, например, если очень плохие, конечно, лучше двухсотку брать. Она помягче, конечно же. Если же дороги более-менее нормальные, то можно, правда, где брать и не париться совершенно. То есть, правда, немножко пожёстче. Ну, по моим ощущениям, у меня вот комплектация Prestige, правда, а двухсотка тоже Prestige комплектация. И, по ощущениям, двухсоточка помягче. Ну, в Москве, в принципе, сильно не чувствуется. Дороги хорошие. И поэтому, стоит ли не стоит, тут уже решать вам. Как бы, если у вас есть возможность, купите двухсотку. В принципе. Если, например, нет возможности купить двухсотку, если вы можете купить Prado, то купите Prado. Тоже он вас не разочарует. Вот. Ну, как-то так. В общем, тут, что сказать. А если бы вам пришлось оставить, если бы вам пришлось ставить семья, то машину ту какую. Ну, наверное, я ставил бы двухсотку, конечно же. Естественно, машина, то есть у меня бы большая семья, двухсотка сама эту. Плюс, сейчас перестали ставить третий ряд сидений, третий ряд сидений. Вал часто выручал. Ну, перестали. Так, Роман опять пишет мне. А, ну, это опять тот же вопрос. Виталий написал. Не понял, чем мой комментарий не угодил. Зачем удалил. Я не удалял никаких комментарий. Я просто выложил два видео. Вот. Случайно. То есть у меня там проблемы были с интернетом. Я сначала снова выложил. Оно не отобразилось как загруженное. И пришлось. И получилось я второе тоже начал опять загружать. В итоге два видео загрузилось. В итоге я решил не удалять одно видео. И в итоге, возможно, Виталий просто написал в одном из видео. Я ничего не удаляю. Я никакие комментарии не удаляю. Плохие и бы они хорошие. Ничего не удаляю. Все остается как есть. Смысла не вижу удалять. Пишите любые комментарии. Хорошие, плохие. Как вам угодно. Поэтому ничего не удаляю. Видео, кстати, тоже два оставил. Ну, не заходи, потому что уже пошли комментарии к видео. Просмотры. И... Ну, нет смысла. Больше так не буду. Вот. Сергей написал Дорошев. С сегодняшнего дня, правда, престиж 2,8 подорожал на 63 тысячи. Ну, вот. Подорожание все. Пошло с нового года подорожание. На самом деле, если вы купите машину, то... Если даже сравнить 200-ку и Prado... 200-ка, вернее, Prado потеряет меньше при перепродаже. Например, потом, через какое-то время. 200-ка больше потеряет. Но это обычно всегда так. Которые машины дороже, они теряют больше. Вот. И в случае Prado более будет... Более... Меньше денег потеряете на Prado. Это вот плюс тоже. Кому это... Ну, интересно. Так. Следующий читаю. Вопрос. Написал мне Олег Пихманец. Смотрю все видео. Есть замечание, Дмитрий. Вы сказали, что у Крузера больше шалона багажник. Это неправда. Багажники практически одинаковые. Ну, по виду, я не измерял там объем полностью. По виду, если честно, у 200-ки больше багажника. Он выше. То есть, у меня, например, собака. Собака большая. У меня коникорса. И в французском блюдо коникорсе сейчас, ну, 9 месяцев получается. Он уже весит 45 килограмм. Когда уже будет взрослая, она будет весит в районе 60 килограмм. Ну, и по размерам очень большая. Поэтому удобнее намного в Крузаке 200-ки возить. Ну, и в Прадо тоже. В Прадо очень высокий тоже потолок получается. Их багажник такой большой. Так. Или места на втором ряду? Места на втором ряду больше УКИ. Всем однозначно. Просто при возможности сравнить. Может даже быть удивленным. Ну, опять же, я скажу, что там тоже регулируется. Задний диван, он регулируется. То есть, можно там и салазки тоже. Можно вперед и назад двигаться. Возможно, тоже отодвинуться. И спинка тоже регулируется. Можно больше делать места. Там места достаточно, на самом деле. В КВ-7 не сидел на заднем ряду. Сразу говорю. Поэтому, возможно, не знаю. Но, порой я у друга моего купил КВ-7. И я, ну, визуально смотрел. Ну, как-то, на мой взгляд, было немного места. Не знаю. Может, я ошибаюсь. У Audi разгон лучше. Расход меньше. Подвеска лучше у Audi. Меньше неподрессоренных масс. Лучше идет по плохим дорогах. У крузака есть вибрация от рамы. Они не смогли от них избавиться. У круза приходится. Разгон лучше. Хорошо. Вполне. Расход меньше. Ну, да. Подвеска лучше у Audi. Меньше неподрессоренных масс. Но, возможно, это управляемость та же. Как бы, я говорю, возможно, что, ну, скорее всего, всем управляться лучше. Но мне кто-то написал, что у него алюминиевая подвеска. Если дороги ужасные, то алюминиевая подвеска, сами понимаете, сколько проживет. там вибрации не бросал шушь вибрации на крузаке чем поломанная подвеска на ауди нет я ничего плохого как бы просто читаю как бы свое мнение высказываю по плохим дорогам мы плохие дороги спали какие например если ямка на ямке крузака глотает на ура шифер да когда по трассе шифер крузак конечно не любит не любит шифер начинает конечно задок у него немножко так не подпрыгивать а вот как-то не отрабатывает да вот поверх но это на по шиферу шифер у нас не везде и в основном я вот такие небольшие большие как бы стыки такие вот стыки ямы вообще это гравийка вот это вообще стихия крузака поэтому а вот действительно вот когда шифер конечно немножко есть такой написали вибрация травм вот наверно вибрация травм все таки есть потому что мозг сзади этого не но это не критично так я полностью я продолжаю считать но я полностью согласен у крузера больше надежности он проще лотаться с ним проблем меньше не так он любит сервис как ауди хотя на последний дает аж четыре года гарантии 120 тысяч километров каждому свое как говорится удачная эксплуатация снимать и больше видео и дневник крузаков будет интересно спасибо большое ну ауди это рекламный ход не заманил покупателей там сейчас у людей проблемы с деньгами принципе кризисы поэтому дают четыре года гарантии 120 тысяч километров ну сами понимаете как бы гарантии такой день такое понятие если сервисмены тоже хитрый на сервисе что случится вы приедете они там образно говоря у вас что-нибудь там не знаю например подвеска что-нибудь да случилась подвеска они образно говорят спросят вас аж и монтаж где вы делали скажете не у вас например это пример вы там наверно сделали неправильно шиномонтаж вы отблазировали неправильно колесо началась подвеска вот здесь вот болтаться разболталась еще что-то еще это ваш ваш косяк вот они придумывают отмазки лишь бы не делать ничего по гарантии вот есть них такое поэтому знаете понятие четыре года и плюс на ауди думаю то стоит побор подороже мне как чем на двухсотки или на правда но это мое мнение я могу ошибаться вот как то так возможно не знаю каждый покупает что хочет вот и все дальше 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 вот а продолжать пилить видео добавляем бездорожные по весне даже по весне было бы кому снимать меня если буду сам все снимать еще ехать дорожью то я далеко не проеду это точно а еще спрашивали про топливо какое то не монтана пишет а еще спрашивали про топливо какой льем зимой зимние если про себя говорить я заправляюсь на бипи так как на моем направлении когда я езжу чаще всего и пи и двигатель работает ну как бы лучше что ли по моим ощущениям не знаю пи пи и до этого заправлялся раньше проблем никаких не было как-то так мне так удобнее просто так много приятных комментариев такие приятные добрые слова пишите спасибо за мечтаю реально ну я сейчас в эфире не не читаю вопрос на просто чай в основном привет теск димон 163 написал привет тезка подскажу следующий видосе сильно ли я прогадал я про доставил по вкусной цене 28 рублей надо было понапрежься и взять 200 спасибо я считаю что это вообще отличная покупка с 2 и 8 ставил высотку взять за 48 подопрячься это 2 миллиона было добавить плюс там каски всяко набегала вообще я считаю что отличная отличная покупка поздравляю вообще не надо париться и если уж еще наберете денег всегда это прадика подойдите вообще в лес купите если это вам надо будет поэтому не надо расстраиваться и думать об этом я почему не взял это они то вообще не парьтесь все все хорошо захотите поменять всегда продадите сюда добавить и купить и высотку все надо какая у вас комплектация шурик написал комплектация престиж это мне это мы там до соткой правда престиж поэтому мне проще отвечать там и там престиж считаю что оптимальные комплектации георгий победа спасибо за тебя так же наступаешь там воду новым годом по давлению в шинах у меня закачан азот просто вещь летом резина меньше греется давление стабильная так ну азот азот хорошая вещь самом деле азота но не везде его бывают пишут азот приезжаешь тебе накачивать обычным воздух накачают и нужно знать просто его качать я согласен полностью азот вообще класс так томске ир написал мне скажи пожалуйста какая подвеска комфортно лангруз 200 лексус 570 однозначно лексус 570 комфортнее но сейчас мне показалось вот новой двухсотки не знаю что там сделали как будто настал помягче по сравнению с предыдущей ну это мое мнение а 570 я на новом не ездил из честно и но думаю что очень очень все супер нужно предыдущим было все классно мягкая комфортно помягче помягче высотка поэтому ну тут выбирать вам по мне комфортно 50 лексус подвеска и она супер конечно если кто-то думает что она ненадежная ли там менее надежно чем у двухсотку пружины вот у двухсотки то скорее все не так она очень супер надежная я продал сто десять тысяч пробег было лекси продал вообще 0 0 проблем никаких гидро пневмоподвеска вообще не знаю тоже придумали шикарно морозово все как вообще класс садиться когда садишься мне машина выходит можно садиться потом заводишь поднимать в любые морозы вообще все вообще не проблем никаких не но по мне конечно все равно пружина есть пружины блин с мартизаторами обычно так так какой расход при нынешнем пробеге на двухсотки 15 и 2 в среднем показывают вот на параде где-то в районе 11 это то есть заметил на правда когда ешь по трассе когда вот скорость 100 км в час расход где-то в районе 8 9 литров 120-130 начинаешь ехать сразу 11 то есть 2 и 8 движок как бы я в любом случае на 45 сниму подробнее просто сильно не обращающим этом расход едешь и едешь как других вещах думаешь это в любом случае я заправился последний раз двухсотку до полного бака и мне компьютер показал 800 километров а на 570 лекси 57 движок бога я заправлял полный бак у меня показывал но 300 там 40 примерно 323 300 340 где-то вот так настолько хватало то есть полного бака компьютер пипец так евгений митюхи написал что лучше взять бензин 40 или дизель 28 ну тут вам решать на самом деле 4044 этого движок конечно же пободрее плане разгона разгоняется быстрее едет как бабоны 28 он более такой конечно разгон ведь менее быстрый и в общем вам решать на самом деле кстати 28 сейчас морозы были и вот как-то оставил машинку на улице недолго простояла на морозе был минус 25 и потом завел поехал как бы прогревается быстро она как бы двигатели вроде бы еще и холодный смотришь по по стрелкам как бы уже теплый воздух идет салон как вы не запасами вот говорит что в 3 литровый движок который был вот этого что плохо прогревался 28 не знаю хорошо пробивать не все страны а вот совковая ментальность григорий борисов написал как раз таки говорим борисов про совку сов совковая ментальность совковая ментальность брать авто как будто на всю жизнь так чтобы еще и детям внукам осталось кому нужна сейчас надежность нужна сейчас да и вообще никому не нужно надежность конечно давай сейчас салона выезжать и сразу ломаться к зачем как зачем нужно надежность можно поехать куда-нибудь по трассе зачем надежность нужно сломаешься в минус 30 трассе зачем нужна надежность она не нужна совсем надежность вообще не нужно абсолютно вы что люди берет авто на 35 лет ноги продают сразу после слёта гарантийки. Конечно, потому что после слёта гарантийки обычно машины многих марок они просто утиль. В плане просто геморрой для следующего хозяина. Вот и всё. Человек попользовался машиной новой, продал её, и потом человек геморройся. Вот и получается так. Обычно. В случае крузаков ты продал машину. Я продал свои машины, что 200-ку продал, что Lexus 570. Сейчас люди ездят и кайфуют. То есть реально. Я с ними не поддерживаю. Не то, что связь поддерживаю. Бывает, звонят, спрашивают, что и как там. По мелочам. Я спрашиваю, как машина вообще отлично, супер. Благодарный вообще. Я не знаю. Вот и всё. И они потом ещё продадут кому-нибудь дальше. И люди так же будут радоваться. То есть крузаки дают счастье многим-многим, так сказать, людям. То есть хозяевам новым. То есть они покупают и радуются. Это прикольно. Основные показатели это, чтобы свой срок без гемора ездила. Важны также ездовые качества, такие как комфорт, расход, обслуживание. И чтобы на вторичке не сильно теряло. Всё. Немецкие авторы по всем этим показателям соответствуют. Не знаю, что сказать. Честно. Возможно, соответствует. Я не знаю. По мне, так не соответствует. брать корыто и трястись за неубиваемость, платя расходом бензина, комфортом и прочим. В современном мире это нерационально. Брать корыто и трястись за неубиваемость. Ну, про корыто я поспорил бы. Возьмите корыто и покатайтесь. Попробуйте. Почувствуйте защищённость себя во всех отношениях. Не знаю. Пусть для вас будет это корыто. Крузаке будет для вас корыто. Для кого-то это совсем не корыто. Спасибо. Посмешили меня очень. Да, крузак отлично авто, но оно почти не изменяется уже 10 лет. Мир не стоит на месте платить за такой капролит. Такие деньги, когда можно купить современные, экономичные, комфортные, технологичные авторы. Это я уже в предыдущем видео говорил. Японцы, если видите меня сейчас, не меняйте ничего, пожалуйста, на крузаках. Да и в принципе, оставляйте всё так, как есть, честно. Вот, прошу вас, честно. Дайте радоваться многим-многим новым хозяевам машин. Получается. Пускай они радуются. А мне жалко тех, кто покупает бушные различные немецкие марки и потом геморройт с ними. Мне их жалко, да. Они хотят вроде бы за меньшее деньги получить комфорт, инновационные технологии какие-то, в итоге получают геморрой. Как-то так. А про комфорт, ну, я не знаю, современные, экономичные, комфортные, технологичные авторы. хорошо, ну, алюминиевые подвески сейчас стали ставить. Это здорово, что ли? Я прокачусь, например, куда-нибудь, я не знаю, на рыбалку на свою, на, на, на Q7 том же. Ну, например, просто мы Q7 часто обсуждаем, как бы на Q7. И что после этого? Мне надо ехать на сервис, проверять подвеску, вдруг что-то не случилось. Ну, что? Или я, когда я могу нестись на свои двухсотки, блин, пофиг ветер, по каким, просто, не представляете, по каким дорогам я ездил. И она просто прыгает у тебя, просто вот как корабль по этим, по волнам, емое. И ты мчишься, там пылюка стоит столбом, емое. Ну, это я имею в виду по, когда я летом езжу на рыбалке, на копы, на свои, по своим делам, так сказать. Ты прешь и прешь, у тебя потом влазит, вся машина в пыль люке такая прям, вообще, красота. Не передаваемое ощущение, как бы. И, вообще не паришься, емое, не паришься, не паришься, ни в каких условиях. Куда бы я ни поехал, в любой город, по России, там, не знаю, по плохим дорогам, я не парюсь вообще. Совершенно. Так, что же у меня там застучало, что же у меня там, а, с диском, что там случилось, что же у меня там с подвеской, что же там еще, что-то, что-то еще. Нет такого. Я уверен, в себе, в своем автор, в своей безопасности, в то, что я дойду из точки А в точке Б, вообще без проблем никаких мне не составить. Ну, вот как-то так. Не знаю. Ну, вы покупаете на 3-5 лет. Что я могу сказать? А, дальше прочитаю. Автор просто оправдывается, кому хочется признаваться, что купил не лучший выбор по сравнению с тем же Q7. Это означает распиваться в том, что осел. Да, Григорий Борисов, что я могу вам сказать? Я только счастлив, что я купил не Q7, два крузака. Мне кайфу каждый день от этих машин. Вот и все. Ну, да, может быть, все меня сделают там по прямой, по хорошей дороге, со светофорами. Ну, я светофор воров не гоняю, поэтому даже не буду пытаться это сделать, стартануть быстро со светофора. Вот и все. Берите, Григорий Q7, будьте счастливы. Так, дальше, дальше, идем дальше. Дмитрий, с Рождеством, как сейчас мороз себя 200 ведет? Как 200 ведет мороз? Я говорил в предыдущем видео, что не стоял у меня на сильном морозе на улице, поэтому не могу ничего сказать. А предыдущий 200-ка он подключил отлично. Дмитрий, а как сейчас морозы себя ведет встановленный вебаста. Вебаста не установлена, вебаста не установлена, поэтому никогда не устанавливал. Не установлено. А, вот, интересно, пользовать Даниил Савин написал. Сереж, ну это он кому-то писал, наверное, Сереж, сейчас, сейчас, извините, Сереж, 50% людей посмотришь данные, данных видео, даже шансов нет купить Прадика уж тем более 200-ку, сам езжу на Солярисе уже 5,5 лет текущей весной буду брать камни, смотрю, смотрю, смотря цены Прадика, я понял, не понял я ничего, а вот, смотря цены Прадика, я понял только одно, черт возьми, я чем-то не тем занимаюсь в жизни, вот и в тему в следующих выпусках поговорим о перспективах, шансов нет, шансов всегда есть, ребят, на самом деле, всегда есть, если к чему-то стремиться, и, я же говорю, если ты не можешь нового Прадика взять, или 200-ку, возьми поддержанную, просто ты больше ищи, изучай рынок, там, я не знаю, и ты можешь взять, там, десятилетний Крузак, и будешь радоваться, очень прикол, понимаете, уже не такие деньги, как бы сумасшедшие, которые изначально за новый, ну, как сумасшедшие, изначально просят большие деньги, возьмите там десятилетний Крузак, просто его проверьте хорошенько, там, не знаю, лакокрасочный, не лакокрасочный, на битость, на подушки, на агрегаты какие-то, проверьте все хорошенько, и все, можно, не такие уж большие деньги, это не такая уж большая мечта. Да, скажете, зачем 10-летний хлам брать? Ну, сотки гоняют 80-ки гоняют 120-е прадики гоняют по Москве я смотрю сколько этих машин под 10-летние без проблем они стоят уже не таких нереальных денег люди радуются, ничего не парят совершенно, шансы есть рано или поздно я буду продавать 200-ку прадик потом человек купит после меня будет благодарить что я все отдал ему в хорошем состоянии эти машины и он будет радоваться, вот и все поэтому я не согласен каждый может если сильно хотеть можно в космос полететь знаете, пословица, я думаю, что у всех есть шанс главное было бы желание идти к своей мечте у кого-то машина, возможно, мечта у кого-то еще какая-то мечта нужно стремиться к этому я тоже не думал, что у меня когда-то такие машины будут и все остальное так пользователь Михаил Батькович написал Дмитрий, так где так расщедрились? мне не дали ничего жалкие коврики в салон и не в счет это про то, что на 200-ку мне дали 2 ТО бесплатных противогонную систему поставили тоже бесплатно ну, подарок коврики тоже мне дали потом еще какие-то подарки тоже это Тойота Ясенева Тойота Ясенева там они самый большой Тойота Центр в Москве у них больше всего выбор у них бывает в наличии часто машины и они бывают дают неплохие скидки и подарки если кому интересно могу дать координаты менеджера у которого я покупал две машины поэтому проблем нет никаких как-то так так что обращайтесь если надо кто-то хочет купить машинку ну, мне понравилось это есть неплохое отношение и в целом нормально так, так, так Сергей Маскин написал с Новым Годом Дмитрий здоровья на семенном благополучии достатка если вдруг будете продавать в журтке майк нет на подписчиков а вдруг хорошо я майкнул так Владимир Веремень кстати, написал это мой друг я с ним играл в одной команде он подписан на мой канал мне написал Димасик красава у меня выбор между Land Cruiser 200 GLS 350 Range Rover если у кого есть машины такие с ними тесты сравнись что как сделай реальный ценовой диапазон по страховкам налогам травмам ну, на самом деле я пока не собираюсь другие брать машины на тест-драйв и все остальное пока буду снимать только про грузаки и поэтому Володя что я тебе посоветую бери 200 а если ты сравниваешь а если ты выбираешь между Land Cruiser ну, возьми Lexus Lexus 570 и 4.5 движок и будешь счастлив поверь мне так что вот так вот Игорь Игоревич написал для жены небольшой авто это про 200 да нет она до этого на 570 и гоняла вообще она нормально чувствует машину прекрасно она с семьей ездит постоянно с детьми за город часто ездит и с собаками в общем ей нужна большая машина реально у меня собаки в празднике уже не помещаются в багажнике я имею ввиду поэтому все лучшее жене и детям вот расход всех волнует Олег Пехманец расход всех волнует реально 15 литров по городу сколько по трассе если ехать корейская скорость 110-130 расход всех волнует 15 литров 15 литров по городу да так и есть еще сниму про расходы отдельно Димон 161 спасибо за видос тезка проведи побольше побольше если не с праздником очень интересно сам сейчас езжу по заснеженному городу просто обалдеть собираюсь прокатиться по Жигулевским горам очень красиво там ну я не сомневаюсь что там красиво очень ну с праздником 200-ку проведу сравнение так кто не мотана написал какая комплектация машины какая цена сейчас у вас в России на 200-ку комплектация престиж цены сейчас уже не знаю после нового года все возможно повысились цены сейчас не знаю так 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 денис добавил комментарии уродливый авто в отличие от прады про 200-ку имхо надо же его так изуродовать ну на вкус и цвет товарищей нет как говорится и правда и 200-ка я считаю симпатичный авто и 200-ка симпатичнее чем предыдущий стал ну на мой вкус в общем уже видео 40 минут давайте закругляться ребят если кому не ответил на какие-то вопросы ваши не обессудьте потому что уже и так 40-40 минут на 40 минут рассталось видео буду если понравится пишите если понравилось вот такой вот видит такого формата видео буду продолжать снимать в таком же духе отвечать на ваши вопросы то есть как бы так не знаю пробное такое видео в общем пишите понравилось не понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал на мой будет много чего интересного вот в общем всего хорошего друзья всех всем здоровья счастья всего наилучшего вам и вашим близким в общем удачи всем пока